Первую деталь танка Т-34 в лесах Демянского района обнаружили дети поисковиков по пути в лагерь. В этот день Миша и Антону удалось совершить, возможно, пока что самую главную находку в своей жизни. Причем абсолютно случайно. Ехали, просто там на кодоцикле была большая лужа, мы не смогли объехать ее. Начали искать другой путь. И на обочине, видим, там два крюка торчат. Мы одновременно, можно сказать, поняли, что это деталь от танка. В общем, он начал откапывать, я поехал взывать их. В общем, приехали, сказали, что это как бы броня от танка. Но, к удивлению поисковиков, других обломков поблизости не оказалось. Тогда, вооружившись металлоискателем, отряд начал прочесывать лес. Времени ушло много, ведь следующая находка оказалась на расстоянии в несколько сотен метров. Еще один осколок брони и отлично сохранившееся колесо от танка лежали рядом с простреленной солдатской каской. Мы можем предположить, что во время боя данный боец получил вот эти вот повреждения шлема. Ну и, соответственно, наверное, погиб, когда штурмовали позиции немцев. И вот какая-то, наверное, кучная очередь попала именно в голову. Потому что здесь видно, что вот эти четыре отверстия по загибам вовнутрь металла, видно, что это входные отверстия. Согласно данным поисковиков, после боя 19 февраля 42-го года за деревней Васильевское на поле остались два танка Т-34. Судя по всему, это обломки одного из них. А разбросаны по лесу они оказались по самой очевидной причине. Судя по размерам обломков, вот таких, огромный, тяжеленный обломчик, но мелкий, колотый. Это взрыв, внутренний взрыв. То есть его чем-то взорвали, этот танк. Он разлетелся на осколки. Часть из них сельские труженики наши спрятали по воронкам, потом запахали. А это, судя по всему, передняя часть танка Т-34. Можно увидеть, как броню толщиной в несколько сантиметров разорвал взрыв. Но теперь этот элемент танка станет частью экспозиции в будущем музее. Открыть его планируют в самом центре Демянска. Причем, по задумке, это будет не привычный всем музей, а нечто более современное. Планируется, что это будет не только место военно-исторической памяти и подвига русского народа в Великой Отечественной войне, но и также какие-то объекты более современные для развития, общего развития не только детей, школьников, но и той молодежи, которая будет посещать это место. Интерактивные макеты, симуляторы и информационные панели должны будут завлечь посетителей, чтобы они смогли увидеть главные экспонаты музея. А центральным из них станет самолет Ил-2, поднятый в прошлом году со дна озера Ильмень. Из Демянского района Артем Забралин, Михаил Серов. Новости. Новгородское областное телевидение. Новости. 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 Новости